Глава Самары Елена Лапушкина отметила важность решения Дмитрия Азарова об объединении старой и новой набережных. Она подчеркнула, что в этом вопросе город не будет стоять в стороне. Планируется строительство эстакады, соединяющей территории от Вилоновского спуска до Маяковского. У нас есть уже наработки. Мы уже встречались со всеми руководителями, которые находятся на этом промежутке и готовы очень активно участвовать в проектировании этой территории, потому что мы понимаем, что это будет повышение туристической привлекательности. Председатель Губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников отметил решение о материальной поддержке выпускников школ. По его мнению, это поможет удержать успешные кадры и молодежь в родном регионе. Это очень серьезно, очень привлекательно. И я думаю, что искать чего-то, кроме тех людей, которые там, ну вокал, ну театрал, ну еще что-то. Все остальные специальности у нас есть. Все есть. Куда-то ехать, что-то искать, наверное, не надо. Может быть, бакалуриат здесь закончить, а потом делать следующий шаг куда-то поехать. Особое внимание во время своего уступления губернатор уделил модернизации сферы здравоохранения, борьбе с коронавирусной инфекцией и вакцинацией. Это одни из важнейших тем, которые волнуют жителей. Прозвучали масштабные проекты, уже состоявшиеся в сфере здравоохранения. Это и 4 амбулаторных центра онкологической помощи, и 55 фершерско-акушетских пунктов, которые играют колоссальную роль в повышении доступности медицинской помощи. И еще более амбициозные планы дальнейшие в рамках программы модернизации, которые также прозвучали. Очень серьезные цифры и с строительством поликлиник, и с ремонтом, и с закупкой тяжелого оборудования. Забота о здравоохранении – это очень актуальная тема. Она не конъюнктурная совершенно, она диктуется теми обстоятельствами, которые мы имеем на данный момент, начиная с прошлого года. И поэтому многие идеи, которые изложены в послании, они рассчитаны на эффективное противодействие заражению коронавирусом и, возможно, другими инфекциями. Мэри Илчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События.